Вот отучился, получил железнодорожную специальность, пошел работать, как бы уже тогда закончилось вот это распределение, пошел работать в Огонной Депо в Краснодаре, в ЧТ-13. Ну как раз это 92-93 год, сразу как бы математически считал, что для семьи надо, тем более в 91 году женился уже, для семьи нужно жилье, правильно, посмотрел, квартиры перестали давать, уже сказали, как бы на очередь перестали, брата еще оставили на очередь, он стоял, через 12 лет, через 11 получил. А мне сказали, наверное, уже не рассчитывать, дома мы уже не строим в Огонной Депо, посмотрел, как зарплата, да, зарплата в железнодорожниках была, как бы шла впереди, ценили их еще после советских лет, железнодорожная считалась вторая после военных, обособленная, стратегические, как бы приезжают в деревню, мой одноклассник выучился на агрономах, а я что, ну и начинаем общаться, Саша, там, Серега, ты сколько получаешь? Да уже 5 тысяч человек в этом месяце получал, да, ты что, она, ну, в колхозе, а колхозы, наоборот, в это время валились, да, да, страшно. Ты тысячи рублей не платил, там, ну, ты что, да, телевизор с первой зарплаты еще, а у нас там, ну, все равно посчитал, жилье не заработать честным трудом. Чем-то вот вижу, вот так, всегда же приходишь на работу, ага, как там, как там инженер работает, инженера там больше зарплата, ага, с трудом, с трудом там надо получить, кто-то там смотришь, чуть-чуть подворовывает, кто-то, ну, подворовывает, это, знаете, это не у каждого есть, хватает там совести, в одно совесть придет, в другое, страх, ну, и это, как говорится, не будет, не будет. Бизнес, да, поэтому хотелось легального чего-то, и тут вот один наш знакомый выходит в фермер, в нашем хуторе, да, Зыбинский Борис Иванович, выходит в фермеры, а он как раз в нашей компании с нами на охоту ездит, и вот это нам все время подногостную, как он туда выходит, во-первых, он выходил с колхоза, забирался, работал передовым механизатором, он был все время, передовой, то есть не ЭТС был, а он был, не, 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 он был, ну, молодой, как молодой, тогда он был, он 50-го года где-то рождения, по большому счету, вот тут правильный был путь акционироваться, как акционер, и действительно, чтобы акционеры, да, акционеры видели, вот за что они там, либо акции, на акцию получают, все равно один поле не будет, и даже те, кто выходили, все равно, понимали, что, те, кто выскочили, те, либо сразу кто-то большой объем набирал, либо кооперировались, вот мы выжили как, вот он вышел, там ему дали, он первый год сеял, я не видел, я был, как бы, еще на сессии, там, учился, он с женой посеял, с дочкой, там, у кого-то попросил трактор, у кого-то попросил, с селку, он с металлолома, колхозную солярку воровали, потому что не продавали, не воровали, умсват, не воровали, умсват привезут, слава богу, да, она, ее избыть не было, те, у кого имели, они просто не могли избыть, так они с удовольствием, там, за что-то, ну, идут просто помочь, там, другу помочь, готовы были, все жили от колхоза тогда, да, и, честно говоря, что греха даете, за счет колхоза, вот, частично мы развились, еще какое-то время это состояние, ну, одно-то, одно-то, почему, как бы, из-за прошлое немного стыдно, что колхозы развалились, а мы-то все равно, а сейчас взявимся к операции, ну, да, мы более, видя, как в колхозе, почему, ни у кого не хватало силы воли убрать лишних людей, ну, действительно, наличные, оно же как, плюс вот эта рыночная экономика требовала этого, я даже, когда вышел в фермеры, там тоже дружил с председателем, приду и говорю, подожди, вот у вас 4 тысячи гектар, сколько человек работающий, он говорит, у меня 500 работающих, ну, говорю, как вы собираетесь нормальную зарплату получать, если у вас столько работающих, ну, вот, надо тут оставить, если посчитать по нашим меркам, мы там обрабатываем, там у нас было 100 или 200 гектар, я считаю, мы там будем в втором ковраке, то борщ, вот столько надо, ну, пусть там на ферме, но, но, он говорит, а куда я, как я вот объясню, куда я людей, где, вот я как бы вышел, вот если Борис Иванович выходил, ему 40 гектар дали, я выходил последний, у нас там человек 6 или 7 фермеров, на следующий увидел Бориса Ивановича, но я еще помогал, Борис Иванович отсеялся, а потом на уборку, говорит, не поможешь мне, и посадил меня на комбайн, на комбайн ферсонец, который убирает кукурузу, а там две педали, одна педаль вперед едет, другая педаль назад, то есть вот так, педаль, ну, как бы, проще не бывает, да, проще не бывает, тем более машину водил, мне даже понравилось, но единственное, конечно, что плохо, когда поломка, поломка, тут я ноль, руками разверток, а Борис Иванович, это телегу набрал, он зацепил, повез на КГЦ, я вторую набиваю, набил, отцепил, стою, жду, он раз, подогнал, подъехал, вот мы с ним так, помог ему неделю, ну, а сам же езжу, вот это считает, Борис Иванович взял эту кукурузу, сейчас на кураж даем, там, на элеватор, почему бы эту кукурузу на Качану, да не на море отвезти, а мы уже, как бы, с огорода, вот это пока учился, проторговал летом, возил картошку продавал, на море, ну, на море, на рынке, и, как бы, она же, когда на рынок уже съездишь, живая копейка, да, и все эти ситуации начинаешь владеть, там, в колхозе вот люди жили, они даже не знали, что там на рынке, мы, вот некоторые дагаши проезжают, кошмар, да, вы тут среди миллионов, они глянут нас, огороды, по полгетар, да вы что, такой огород, тут можно миллионы, мы вот под Краснодаром, там, тепличка, там, две-три сотки, ну, берите, занимайтесь в сторону, попробуй, а мы сажали кукурузу одна, то есть старались потом ее пореже, чтобы меньше ее повозить, тяпаешь, тяпаешь, если что, осень ее убрал, этой кукурузы хватало, там, на две недели, или на месяц, уткам, иди, если уткам съесть, все, вот это, а потом понял, когда на рынок встал, картошку, смотрю, там, кукуруза рубит, я думаю, лучше можно эту кукурузу отвезти, давай, один раз набрали кукурузу, второй, поэтому на второй год, мы первый год посеяли семечку, сдали семечку, там, что-то, кредит гасили, плюс кредит давали, мы попали, правда, под кредит, под сколько давали тогда, вот, Борис Иванович первый вышел, ему дали кредит государственно под 8%, в тот год, в 92-го, а что за банк тогда давал, Кубинбанк, ему дал под 8%, ну, там, небольшой, миллион, хотя, там, можно было, это же коммерческий был банк, коммерческий, вот, мы правильно сказали, вот же, Борис Иванович нам говорит, берите кредит, а помните, что-то, когда, вот, это, Швейцин пришел, вся Европа, весь мир живет в кредитах.